Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России в Южном городе торжественно открыли памятник самолету МиГ-17. В испытаниях серийных реактивных истребителей и их модификации принимали участие летчики-испытатели Куйбышевского авиационного завода. В послевоенные годы этот завод являлся ведущим в производстве МиГ-17. О славном прошлом и о роли в настоящем расскажем далее. Впервые памятник самолету МиГ-17 был установлен в 1975 году к празднованию 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Находился в военном городке, после перестройки ветшал и разрушался. Инициативу общественников, историков и военных ветеранов об установке памятника в новом месте поддержали депутат Госдумы Александр Хинштейн и глава города Елена Лапушкина. В Центральном военном округе одобрили предложение о переносе. В мае 2021 года самолет силами военных был перевезен в мастерскую с территории бывшего штаба 76-й дивизии ПВО в Самаре, где его отремонтировали. Для ветеранов установка памятника – большой праздник, ведь Куйбышев, а сейчас Самара – пламенный мотор авиационной и космической промышленности страны. МиГ-17 – боевой символ советских вооруженных сил. С 1952 года начато производство МиГ-17, первого из серийных истребителей, достигшего скорости звука. На МиГ-17 охранялась все воздушные границы СССР, где они неоднократно вступали в схватки с самолетами-нарушителями наших границ. Ветераны поблагодарили губернатора Дмитрия Азарова и депутата Александра Хинштейна за работу по увековечиванию памяти о славных и героических страницах истории страны и за неоценимый вклад в дело патриотического воспитания молодежи. Этот памятник, который мы открываем в преддверии Дня России, символизирует трудовую и боевую доблесть наших с вами земляков. Во многом благодаря авиастроению город Самара носит звание города трудовой доблести. Монумент в честь самарских авиастроителей, летчиков-испытателей, авиаторов появился на Николаевском проспекте рядом с поликлиникой и школой. Я очень надеюсь, очень рассчитываю на то, что здесь всегда будет многолюдно, что идущие с Арбата или едущие мимо будут обращать внимание, смотреть на самолеты, у них будут возникать при этом высокие в прямом и переносном смысле этого слова мысли. В Южном городе около пяти тысяч человек подписали петицию в пользу установки памятника именно на этой территории. МИГ-17 расположился неподалеку от военно-спортивного аэродрома «Кряж». Виктория Шарая, Юлия Василькина, Максим Бусев, События. Контроль за ценами, предоставление мест производителям на городских ярмарках, меры поддержки бизнеса и сокращение безработицы. В городской администрации провели заседание штаба по экономическому развитию Самары. Подробности в сюжете. Глава Самары Елена Лапушкина провела заседание штаба по повышению устойчивости экономики на территории города. Традиционно рассмотрели ситуацию на рынке труда. Представители центра занятости населения озвучили статистику по безработице. В январе-июне текущего года численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 8 310 человек. Что в 1,7 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уровень безработицы относительно численности населения составляет 0,57%. Большинство обратившихся в центры занятости граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Во внутригородских районах ситуация примерно одинаковая. Самый низкий уровень безработицы в Куйбышевском районе. Беспокойство вызывает скрытая безработица, поскольку с середины марта некоторые предприятия и компании объявили простой или сократили рабочую неделю. На заседании предметно рассмотрели каждое предприятие, где происходит либо приостановка производства, либо высвобождение работников. Сотрудникам, а также предпринимателям оказывают поддержку на федеральном, региональном и местном уровнях. Объем грантовой поддержки был предоставлен 37 предпринимателям городского округа Самары на сумму более 13 миллионов рублей. Было подано всего 93 заявки, но какие-то заявки не соответствовали условиям. В беседе с предпринимателями услышали, что это очень весомая поддержка и очень востребована. Поэтому мы запланировали второй этап предоставления таких же грантов на третий квартал текущего года. Прием заявок на получение грантов планируют возобновить с августа. Участники совещания обсудили также ситуацию на продовольственном рынке, цены на продукты и создание дополнительных торговых мест для сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. На начало года в Самаре работало 28 ярмарок, общее количество торговых мест – 1240. Дополнительно открылась ярмарка на мехзаводе на 40 мест. С конца мая заработала ярмарка на 200 мест в Куйбышевском районе. В середине июня выберут оператора еще для пяти торговых площадок. В апреле месяце у нас на территории городского округа Самара принят план первоочередных действий, где расписаны цели и задачи, определены ответственные исполнители и сроки. Естественно, мы рассматриваем, если возникают проблемные вопросы, то вносим коррективы. Но в целом план у нас реализуется достаточно успешно. План поддержки экономики предусматривает программные мероприятия до конца этого года. Городские власти работают во взаимодействии с областным штабом по поддержке экономики. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. В октябрьском, советском и железнодорожном районах города заканчиваются гидравлические испытания, которые проводят городские службы во время подготовки к отопительному сезону. Центральная котельная начинает подавать горячую воду и до конца дня ее планируют пустить во все дома этой части города. Тем временем ресурсоснабжающие организации начинают гидравлические испытания в трех других районах Самары. Какие из них включили в перечень, на сегодняшнем рабочем заседании узнали наши корреспонденты. Гидравлические испытания – один из основных видов работ, которые проходят в городе во время подготовки к отопительному сезону. Они позволяют проверить состояние теплосетей, чтобы надежно обеспечивать самарцев горячей водой в течение года. Сейчас в городе подошла к концу опрессовка сетей центральной отопительной котельной. Вскоре к жителям трех районов Самары вернется горячее водоснабжение. В дальнейшем ресурсоснабжающие организации продолжат гидравлические испытания в Ленинском, Самарском, частично железнодорожном и Октябрьском районах города. Первый вывод Самарской ТЭЦ испытали, гидравлические испытания пошли. Значит, сегодня мы испытали центральную отопительную котельную, значит, я здесь сети, и дальше идет привокзальная котельная. Потом будет ГРЭС. Ну, ГРЭС в основном тут двухтрубка в данной ситуации, поэтому тут может быть немножко по-другому. Несмотря на то, что частично гидравлические испытания в Октябрьском районе завершились, его снова включили в перечень подготовки к отопительному сезону. Связано это с тем, что часть района получает горячую воду от центральной ТЭЦ. Это 260 домов. А сейчас ресурсоснабжающая организация начнет гидравлические испытания на Самарской ГРЭС. Они продлятся до 21 июня. В связи с этим первый вице-мэр Владимир Василенко поручил главам районных администраций активнее информировать жителей, чтобы минимизировать количество жалоб от самарцев и избежать неразберихи из-за отсутствия горячего водоснабжения. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании в мэрии. В администрации каналов связи с населением очень много. Помимо соцсетей, это и СМИ, это и оперативный дежурный, который у нас 24 на 7 отвечает на звонки жителей. Ему мы тоже информацию о том, как обстоят дела с подключением горячего водоснабжения доведем, чтобы у него была информация, что отвечать людям по тому или иному вопросу. Специалисты профильных служб отмечают, что после подключения домов в горячей воде требуется несколько часов, чтобы она прогрелась до положенных 68-72 градусов. Напомним, помимо гидравлических испытаний, по всей Самаре активно перевооружают теплотрассы и готовят систему к предстоящим холодам. В этом году в городе обновят 12 участков теплосетей, в том числе по улицам Рабочий, Ташкентской, Металистов и Молодогвардейской. Особое внимание в этом сезоне уделяют Куйбышевскому району. Там проходит строительство двух новых котельных. Максим Магомедов, Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Синтез сценических форм искусства, художественного слова и мультимедийных средств. В Самаре проходит фестиваль «Петровские музыкальные ассамблеи». Он воссоздает уникальную форму праздника искусств, сложившегося при правлении императора Петра I. Фестиваль по задумке организаторов охватит разные города страны, связанные с императором. Стартовали музыкальные ассамблеи в Воронеже, а в преддверии Дня России артисты прибыли в Самару. Репортаж Михаила Ермоленко. Музыкально-патриотический фестиваль «Виват Россия», посвященный Дню России и 350-летию со дня рождения императора Петра I, начался в Струковском саду в 12 часов. Он прошел в рамках федерального творческого проекта «Петровские музыкальные ассамблеи» при поддержке правительства страны, Ассоциации духовых оркестров, Министерства культуры Самарской области и Администрации Самары. В 22-м году в России с размахом отмечают юбилей российского императора Петра I. В основу фестиваля «Петровские музыкальные ассамблеи» легла задача воссоздать уникальную форму праздника фестиваля искусств, сложившегося при правлении Петра I и объединяющего людей разных возрастов в едином процессе совместного творчества. В честь памятной даты свои программы представляют музеи, театры, филармонии, библиотеки. Например, в дирижабле Института культуры прошел круглый стол. Гости услышали лекции о влиянии Петра I на становление культурно-исторической судьбы России. Петр заложил традиции светского досуга, культурного светского досуга. Это ассамблеи, это маскарады, это большая роль танцевальной музыки, это комнатная музыка, это сигнальная музыка на неверике и так далее, и так далее, и так далее. Он пригласил первых немцев, театралов, да, потом уже были приглашены итальянцы, французы, но сначала были первые немцы. Эта Российская империя объединяла достаточно большое количество народов с разными укладами жизни, с различными культурами этносов. И вот этот принцип объединения, который был заложен очень давно, вот, и был как бы кристаллизован и укреплен во времена, и усилиями Петра I он сохраняется и до сегодняшнего дня. В Струковском саду творческие коллективы представили публике разножанровые программы, музыкально-театрализованные постановки, выставочные проекты, кинопоказы и лекции, дефиле оркестров, а также тематические мастер-классы. Точкой притяжения для гостей праздника стала площадка, на которой плели гамаки, по подобию тех, что использовали моряки на кораблях флотилии Петра I. Он должен быть в первую очередь очень прочным, и это используется самый прочный канат на сегодняшний день из джутового куста, джутовый канат, он так и называется. Вот этот джутовый канат, который позволит и вдвоем, и втроем расположиться на гамаке, и будет устойчиво и удобно отдыхать. В конце первой части программы гостей ждало выступление сразу пяти оркестров. Детско-юношеские коллективы исполнили знаковые для российской музыкальной и военной истории произведения «Марш Преображенского полка» и «Прощание славянки». Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Первый паспорт – важная веха в жизни каждого человека. Он символизирует надежды и планы на будущее. В Самаре главный документ, подтверждающий гражданство России, в торжественной обстановке получили юные самарцы. И не только. Подробности в нашем материале. Настя Кошарская получать первый главный документ в ее жизни пришла вместе с родителями. Девушка успешна не только в учебе. С самого детства она занимается спортивно-бальными танцами и пишет стихи. Я волнуюсь, само собой, потому что всегда волнительно получать первый паспорт. Я выигрывала несколько турниров, чемпионаты. Также я издала собственную книгу со стихотворениями и паразитическими произведениями. Людмила Лях приехала из Мариуполя. В ноябре 2021 года делится получение российского паспорта для нее праздник. Для меня это важное событие. Теперь я в России. А раз я в России, значит, я должна иметь российское жертвамство. Всем участникам торжественной церемонии вручили не только паспорта, но и памятные подарки. Такие мероприятия мы проводим на постоянной основе. Сегодняшнее мероприятие мы приурочили к наступающему Дню России. И, безусловно, это знаменательное событие для всех нас. И, в первую очередь, конечно же, для детей, которым исполнилось в 14 лет. Юлия Василькина, Елена Чернявская, Максим Гусев. События. В пятницу, 10 июня, министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян представил коллективу Самарской городской клинической больницы имени Пирогова нового руководителя. Главным врачом назначен Анатолий Титов. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Более 23 лет Анатолий Титов проработал в Самарской больнице имени Пирогова. Хирургом, заведующим отделением, заместителем главного врача по хирургии и по медицинской части. А затем почти два с половиной года возглавлял Самарскую медико-санитарную часть номер 5 Кировского района. Был врачом-хирургом хирургического отделения стационара. Детское автокресло – это безопасность для ребенка. Поэтому использовать специальные удерживающие устройства при перевозке юных пассажиров требует правила дорожного движения. Что предпочитают самарцы – автокресла или штрафы, выясняла Елена Чернявская. Нарушение правил перевозки пассажиров, транспортных средств, в том числе детей, представляет реальную угрозу их жизни и здоровью. Наличие детского автокресла в автомобиле жизненно необходимо. Чтобы ребенку было комфортно, нужно правильно подобрать детское удерживающее устройство в соответствии с ростом и весом. Полицейские говорят, для малыша должно стать неизменным правило поездка в машине должна быть только в автокресле. На переднем сидении до 12 лет удерживают ток в детском удерживающем устройстве. Сзади детское удерживающее устройство до 7 лет предназначено. Так можно пристегивать объем безопасности. Есть специальные бустеры, треугольники безопасности, позволяющие безопасно, без вреда для здоровья детей, перевозить пассажиров и детей. Штраф за перевозку ребенка без автокресла – 3000 рублей. Амина Галямова, водитель со стажем, уверена, всегда нужно пристегиваться самой, а также заботиться о безопасности ребенка. С раннего возраста приучает своих детей соблюдать правила дорожного движения и не забывает, что личный пример – самый лучший. Это для нашей безопасности первое и самое главное. Поэтому у нас это автокресло для всех детей. Старше ему уже 7 лет, поэтому он уже просто так это пристегнут и едет на заднем сидении. Такие рейды призваны напомнить родителям, что любая, даже самая короткая поездка ребенка в машине должна проходить только с использованием детского удерживающего устройства. Сотрудники госавтоинспекции Самары продолжают проводить рейды по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Их основная цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События. Всем выйти из сумрака. В Самаре сотрудники госавтоинспекции провели также масштабный рейд по выявлению водителей, которые управляют транспортными средствами со слишком темными стеклами. Какая свето-пропускаемость должна быть по закону и как инспекторы ДПС ведут работу, узнал Максим Магомедов. Здравия желаю, давай, спокойно! Вольно! Вольно! Развод, получение инструкций и вперед на службу. Сотрудники ГИБДД вышли на дороги Самары, чтобы пресечь правонарушения, связанные с управлением автомобилем, на котором установлены тонированные стекла. Любителям полумрака в салоне не удалось уйти от зоркого взгляда инспекторов даже в крайнем левом ряду. Многие у нас, особенно с наступлением солнечных дней, любят эксплуатировать автомобили с тонированными стеклами в нарушении требований технического регламента. В начале летнего сезона мы активно проводим целенаправленные мероприятия по пресечению данного правонарушения, потому что оно реально влияет на аварийность на дорогах нашего региона. Для того, чтобы выяснить, соответствуют ли стекла автомобиля требованиям регламента, инспекторы ДПС производят замер свето-пропускаемости специальным прибором, который фиксирует степень затемнения. 20% пропускания передних боковых стеклами. Если стекло пропускает меньше 70% света, в отношении водителя выносится постановление за управление неисправным транспортным средством. С начала года сотрудники полиции выявили больше 12 тысяч нарушителей. Размер штрафа 500 рублей. Для тех, кто попадается на тонированной машине еще раз, наказание строже. Штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. За текущий год таких нарушителей было выявлено больше 130 человек. Автолюбителю Сергею 18 лет. Права он получил меньше полугода назад. С наступлением лета решил спрятаться от солнца за темной пленкой на стеклах авто. Нет, просто так солнце спрятано. Когда тонировка в пятакомбисе, да, ничего не видно. А здесь все же видно, просто чтобы солнышко не светил в глаза. Как дальше будете двигаться? То есть тонировка, конечно. Сейчас будет раскатываться? Если я сейчас не растонируюсь, на 15 суток тоже не хочется ехать спрятать. В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции выявили 78 нарушителей. Максим Магомедов, Сергей Баскин. События. Оказать своевременную медицинскую помощь и предостеречь от опасности. В Самаре на городских пляжах официально открыли спасательные посты. Как организовали работу спасателей, расскажет Анатолий Головко. Обеспечить безопасность отдыхающих и оказать квалифицированную помощь. В пятницу в Самаре открыли 14 спасательных постов, которые ежедневно будут работать на городских пляжах. В этом году дежурить и нести службу будут 44 человека, прошедших специальную подготовку. Время работы спасательных постов увеличено. С 10 июня по 31 августа спасательные посты будут работать с 9 до 22 часов. А с 1 сентября по 15 сентября спасательные посты будут работать с 9 до 21 часа. Спасательные посты оборудованы всем необходимым. На каждом из таких пунктов есть плавательные круги, радиостанции для связи с сотрудниками региональной ПСС, которые также несут дежурство в акватории водоемов, жилеты, детские и взрослые нагрудники, маски, ласты, трубки и средства оказания первой медицинской помощи. Мы должны предотвращать ситуации опасные, а не допускать их. В этом основная суть работы. Официально купальный сезон в Самаре откроют 15 июня. Спасатели городских пляжей рекомендуют жителям и гостям города внимательно относиться к себе и окружающим. Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не перегревать организм при приеме солнечных ванн, внимательно следить за детьми и не заплывать за буйки. Руководствуясь этими простыми правилами, можно сохранить свою жизнь и здоровье. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Хорошая стартовая площадка для перспективных футболистов. В эту пятницу в Самаре снова начался проект «Лето с футбольным мячом». Он проходит уже в 14-й раз. Пережил пандемию, тогда игрокам приходилось соревноваться онлайн. Ситуация этого года позволила им вновь встретиться на поле. Спортивным настроением прониклась и наша съемочная группа. Турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» уже давно стал визитной карточкой региона. 14 лет назад он начинался в железнодорожном районе Самары. Потом стал городским, а затем приобрел статус областного. С 2019 года к «Лето с футбольным мячом» подключились 73 регионы России. Количество участников ежегодно превышает 35 тысяч человек. Для перспективных футболистов это отличная стартовая площадка. Мы прошли очень большой путь в совершенствовании инфраструктуры спортивной. Я уже не говорю о том, что к чемпионату мира были построены большое количество каких-то спортообъектов. Главным образом связанных с футболом и с летом с футбольным мячом. Потому что у нас ежегодный финал проводится как раз на одной из площадок, построенной тренировочных чемпионату мира, который возле стадиона Самарены. Для детей это важно, что они играют на поле, где играли выдающиеся мастера футбола со всего мира. Уже 14-й раз на территории нашего региона проводится замечательный турнир, который проходит в каникулярное время. Мы все знаем, что чемпионат мира по футболу дал особый толчок для развития спортивной инфраструктуры. Благодаря особому вниманию губернатора Самарской области у нас появляются все новые и новые площадки, открытые для занятий футболом, доступные абсолютно для всех жителей региона, особенно для детей. Поэтому, когда все лето на всех площадках спортивных проходят вот такие детские баталии, я считаю, что это очень важно. В 2020 году из-за пандемии турнир прошел в онлайн-формате, в социальных сетях и на интерактивных платформах. Ситуация этого года позволила ребятам вновь встретиться на футбольном поле. Многие перспективные самарские футболисты начинали с любительской игры на поле турнира «Лето с футбольным мячом». Нет ничего невозможного, для чего-то просто требуется чуть больше времени. И я очень рада, что турнир за 14 лет набрал такую популярность. И очень много девочек, которых мы замечаем именно на таких турнирах в младшем возрасте, и они на самом деле нужны, важны. Этот турнир очень многое дал детям, многие мои друзья, я сам лично принимал участие. Можно легко трамплин этот турнир, так что легко можно попасть в сборные, как Маша сказала, можно попасть в профессиональные клубы. Так что я рад, что турнир этот существует, он развился на России, по всей России. «Лето с футбольным мячом» проходит в три этапа. В турнире принимают участие все городские округа и муниципальные районы Самарской области. Возраст участников от 9 до 14 лет. В этом году он пройдет во всех 37 муниципалитетах региона с 10 июня по 31 августа. Сначала игры проводятся в городских округах и муниципальных районах, затем проходят групповые и зональные соревнования, по результатам которых сильнейшие команды встречаются в финале. Виктория Шарая, события. Эксклюзивный проект телеканала «Самары ГИС» – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих площадках. Телеграм-канал администрации «Самары Вести» с Дворянской сообщает, что в городе стартует всероссийское беговое движение «Пять верст». В субботу 11 июня состоится официальное открытие серии еженедельных забегов в парке Гагарина для всех желающих. Это бесплатные дружеские старты на 5 километров. Они будут проходить по субботам в 9 утра. Дистанцию можно преодолеть в любом комфортном для себя темпе. Пробежать или пройти пешком. В мероприятии может принять участие любой желающий, вне зависимости от возраста и физической формы. Для этого достаточно один раз зарегистрироваться на сайте www.5verst.ru и принести с собой QR-код, полученный после регистрации. Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков сообщает, что автоклуб «Доказаря» совместно с администрацией района провели праздничный концерт «У России длинные косички», приуроченный к празднованию Дня России. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Культура». На сцене выступили самарские коллективы и исполнители. В телеграм-канале промышленного района рассказывают, какие нестраховые периоды в жизни входят в стаж. Это служба в армию, уход за ребенком, уход за нетрудоспособными гражданами. А также публикуют ссылку на сайт Пенсионного фонда Российской Федерации, где всю информацию можно прочитать более подробно. Администрация Самарского района сообщает, что прошло завершающее заседание Общественного совета микрорайона «Успенский». На нем подвели итоги работы за год, вручили награды отличившимся и наметили план работы на будущее. На этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok